с этим видео мы начинаем с вами курс photoshop от а до я от урока к уроку мы пройдем с вами основные режимы и возможности photoshop а сегодня уже концу урока вы сможете при помощи photoshop обрабатывать свои фотографии я вовсе не шучу photoshop только кажется очень сложным и непонятным на самом деле это очень удобный и интересный инструмент а легко мы его изучим потому что photoshop это просто невероятная программа по обработки и созданию изображений но она была создана и разработана не только для фотографов photoshop активно используют дизайнеры художники визажисты мультипликаторы киноделы и конечно же мы с вами фотографы но так как мы с вами фотографы то мы соответственно и будем в своей работе photoshop и использовать только необходимый функционал для обработки фотографий это конечно же не весь инструментарий photoshop а по моей оценке ну приблизительно 5 может быть 7 процентов от всех возможностей которые содержит это замечательная и воистину чудесная программа а в этом видеоролике мы с вами настроим photoshop научимся открывать в нем изображение познакомимся с рабочим пространством научимся им управлять и я вам покажу панель самыми важными параметрами без которых ни один фотограф не обходится мы с вами обработаем одну фотографию также мы научимся сохранять изображение для размещения в сети интернет и концу уже первого урока вы станете уже понимать как устроен как работает photoshop и так фотография с которой мы будем сегодня работать находится по ссылке под видео скачиваете и присоединяйтесь к уроку итак друзья прежде чем мы перейдем photoshop я хотел бы обратить ваше внимание на следующий нюанс ваша фотография может быть двух форматов формата джипег и сырого формата формата роу в зависимости от модели фотоаппарата ваш роу файл может называться по-разному серы то у canon н е ф это у никон и так далее так вот если вы открываете джипег то вы сразу непосредственно можете его открыть photoshop и начать с ним работать с этим файлом если же ваша фотография формате роу то photoshop его мгновенно перекинет в свой фильтр который называется камера роу и он вам всем известен и вам предложатся сначала выполнить базовую настройку фотографии а потом уже перейти непосредственно photoshop прям из этого плагина из этого фильтра камера роу так вот камера роу и lightroom они абсолютно идентичные то есть они отличаются только интерфейсом внешним видом но все настройки у них абсолютно одинаковые я предпочитаю больше работать в lightroom мне так просто комфортнее приятнее больше нравится но lightroom достаточно тяжелая программа и работать с каталогами с фильтрации в lightroom и достаточно тяжело так вот у компании адоб есть еще одна такая программу линка которая называется bridge переводится как мост эта программа от адоб и сейчас на этом экране вы слева видите программу lightroom а справа вы видите программу bridge так вот программка bridge очень замечательная для каталогизации фотографий в ней очень комфортно и удобно работать она абсолютно не тормозит и здесь также как lightroom можно присваивать рейтинги можно создавать каталоги коллекции и так далее так вот давайте мы для начала с вами попробуем открыть фотографию через программу bridge и так я кликаю два раза вот вы видите у меня открылся photoshop и тут же мгновенно фотография перебросилась в камера роу после базовой обработки я нажимаю кнопочку открыть и у меня фотография открывается в фотошопе это первый вариант как перебросить фотографию из bridge photoshop теперь давайте рассмотрим другой вариант которым я также очень часто пользуюсь и так сейчас мы в программе lightroom перед нами замечательное изображение классический городской венецианский пейзаж и мы сегодня будем работать с этим изображением и сейчас я вас попрошу нажать на паузу скачать эту фотографию по ссылке под видео загрузить либо в lightroom либо в bridge что у вас по-другой открыть эту фотографию и приготовиться к обработке а для того чтобы нам не терять время в базовых настройках изображения я эту фотографию уже обработал все настроечки я сохранил в пресет и вы этот пресет также скачаете в той же папке по ссылке под видео и после загрузки фотографии вы установите пресет как устанавливать пресеты я показал в пятом уроке курса lightroom от ада я сейчас фотография не обработанная пресетик называется ps 001 этот пресет будет лежать в папочке как вы видите настройки все сразу у нас применились фотография обработана и мы теперь сразу из lightroom можем перейти в программу photoshop для этого нам необходимо нажать сочетание клавиш control е но смотрите чтобы ваша раскладочка была на английском языке иначе горячие клавиши могут не срабатывать итак нажимаем control е у вас может выскочить такое окошечко может не выскочить соглашаемся с предложением photoshop использовать встроенный профиль вместо рабочего кликаем ok и так наша фотография открылась photoshop и если у вас слабенький компьютер лучше вам другие программы выключить давайте закрываем программу lightroom закрываем bridge и теперь мы уже с обработанной фотографии в lightroom или в камеру кстати если вы работаете в камеру ролл этот пресет универсальный вы его также устанавливаете в камеру ролл применяйте к этой фотографии и после обработки этим пресетом переходите непосредственно photoshop кликнув кнопочку открыть как я показал немного ранее если у вас старая версия photoshop абсолютно ничего страшного в этом нет photoshop от года к году конечно же изменяется но основной набор функционала с которым вы будете работать он неизменный на протяжении долгих лет и данный урок photoshop будет актуален независимо от того в каком году вы смотрите этот видео урок и в какой версии photoshop вы работаете прежде чем приступить к работе и знакомиться с программой давайте мы сделаем с вами следующее если у вас компьютер достаточно слабенький то нам нужно ну чуть-чуть его немножко скажем так раскачать переходим в редактирование опускаемся вниз настройки кликаем производительность и теперь обратите внимание сейчас у меня занято под photoshop 80 процентов оперативной памяти и используются практически 12000 мегабайт если ваша оперативка послабее вы можете увеличить но процентов до 90 чтобы у вас photoshop не тормозил и 10 процентов будет достаточно на все остальные действия которые выполняет ваш компьютер далее друзья история действий мы увеличиваем до 100 это вам понадобится в будущем когда вы будете что-то делать и отменять бывает что вам необходимо отменить большое количество действий лучше их чтобы было немножечко побольше чем стоит по умолчанию далее друзья переходим в рабочие диски и также если у вас компьютер слабенький вы помимо загрузочного можете задействовать и другие диски которые вас установлены на компьютер тогда photoshop будет некоторые процессы перегружать с загрузочного диска на другие я этого делать не буду вас просто предупредил что такая возможность имеется все больше мы настройки никакие не трогаем ничего здесь не меняем кликаем ok и так друзья перед нами программа photoshop это очень замечательный и просто сильнейший превосходный инструмент для обработки изображений и вы здесь видите много много непонятных каких-либо значков я бы не посоветовал вам изучать эти значки пока вы с практикой не столкнетесь с функционалом этих значков иначе вы просто загрузите себя абсолютно ненужной информации она вам будет мешать учиться работать в данной программе поэтому я вас буду обучать таким образом что как только мы с какой-то функции необходимой сталкиваемся при обработке изображения мы задействуем тот или иной функционал данного приложения подоб photoshop а до этого момента мы не лезем туда и не разбираемся и так как я уже сказал photoshop содержит очень большое количество функционала все разделено на определенные окна каждое окно имеет свой непосредственный функционал и вы данное приложение можете поменять поменять интерфейс программы и настроить его под себя пока я вам это делать не рекомендую но в будущем когда вы уже освоите adobe photoshop имейте ввиду что вы любое окошко можете открепить вот когда мы сюда наводим мышкой вот у нас панелька видите и вы можете соответственно работать с программой а панель перемещать под руку чтобы вам было удобнее работать вы можете ее раскрыть сделать пошире можете сделать в два ряда можете в одну как вам удобнее вот сюда на это поле вы хватаетесь левой кнопкой мыши и можете передвинуть в любое место вашего экрана то же самое касается абсолютно всех значков вы можете открепить вот эту панельку как правило так работают непосредственно уже дизайнеры потому что перед ними должно быть изображение которое должно занимать практически весь экран а панели они перебрасывают в зависимости от ситуации чтобы удобнее с ними работать так вот друзья если вы случайно что-то тут зацепили передвинули то как вам вернуть все на свои места ну во первых вы через настройки можете сбросить вид до заводского это понятно всегда такое есть но самый простой вариант не заморачиваться потому что у вас что-то может стоять уже настроена именно под ваш стиль работы вам не нужно сбрасывать до заводских настроек просто цепляем эту панельку и вот обратите внимание как у вас только загорелась вот это вот синяя полоска сверху вы отпускаете и ваша панелька прилипла и встала на родное место вот эта синяя полоска должна загореться обязательно давайте теперь мы и эту панель вернем на место то же самое и так хватаемся за поле панели ведем вправо вправо сильнее пока не загорится синяя полосочка синяя полосочка загорелась все значит панелька не просто прилипла а встала на свое родное место вот друзья теперь вы знаете что вам делать если вы случайно что-то зацепили передвинули такое попервой может быть дальше друзья теперь давайте опустим наш взгляд в левое нижнее окно у нас здесь имеется значок нашей фотографии миниатюрка эту миниатюрку лучше сделать немножко покрупнее потому что мы в будущем с вами будем работать с масками а с масками работать удобнее когда миниатюра большая и вот в этом в нижнем окошке вы видите вот здесь вот несколько полосочек кликаете сюда выбираете параметры панели у вас по умолчанию будет стоять вот этот маленький значок вы выбираете большой значок самый большой больше ничего не трогаем кликаем ok теперь друзья обратите внимание когда вы наводите на границу окна у вас появляется вот такая вот двойная стрелка и это необходимо для того чтобы нашу панель раздвинуть видите она потесняет верхнюю панель а выходит сюда это также сделано для удобства то есть если вы будете работать с большим количеством слоев и вам необходимо их все наблюдать вы просто подвините это окошко сделайте его чуть чуть длиннее и так друзья мы постепенно будем с вами знакомиться со всеми необходимыми инструментами adobe photoshop а сегодня я вас познакомлю с нижней панелькой и самыми основными настроечками сегодня нам понадобится вот этот кругляшочек закрашенный напополам и здесь у нас находятся корректирующие слои если мы кликнем на этот значок то мы с вами увидим ряд компонентов ряд корректирующих слоев так вот первое что я вам посоветую изучить это дополнительную цветокоррекцию контрастность изображения и насыщенность мы с вами обработали фотографии в lightroom и казалось бы ну все дальше как бы улучшать уже некуда можно только испортить фотографии так замечательно но фотошопе очень многие инструменты работают в других алгоритмах в отличие от lightroom и эти алгоритмы позволяют доработать фотографию как бы более ювелирно более тонко и сейчас мы давайте познакомимся с вами с основными такими инструментами и так давайте мы кликнем вот на 1 корректирующий слой выборочная коррекция цвета как вы видите у нас добавился новый слой который встал над нашим основным изображением основное изображение всегда замкнута замочком вы его изменить не можете пока не кликните на замочек но я вам это делать не рекомендую нижний слой он всегда остается с нами для того чтобы всегда иметь под рукой первоначальное изображение после того как мы добавили выборочную коррекцию цвета у нас сверху появляются свойства этого инструмента давайте я сделаю немножко вот так вот пошире и мы подробнее ознакомимся с этими настройками я неспроста выбрал это изображение потому что она содержит себе ну практически все цвета радуги здесь и желтый зеленый аквамарин синий красный здесь присутствуют все цвета эта фотография будет очень наглядно при работе с цветом фотошопе и так обратите внимание у нас здесь есть набор и цвета набор мы не трогаем а в панели цвета мы можем выбрать любой цвет и доработать его и когда мы выбираем например красный цвет то у нас открываются дополнительные настройки этого цвета любой цвет содержит себе другие цвета и для того чтобы изменить этот цвет добавить ему другую тональность сделать его ярче или наоборот потемнее как раз присутствует вот эти вот настройки и давайте я сейчас буду двигать голубой оттенок и мы посмотрим где у нас красные цвета вот обратите внимание когда я двигаю влево мой красный цвет становится более яркий более насыщенный потому что я из него убираю голубые оттенки старайтесь это делать без ярого фанатизма для того чтобы ваши цвета не горели не светились чтобы фотография все-таки оставалось естественно теперь пурпурные оттенки давайте посмотрим что будет происходить если мы будем двигать этот значок и так мы двигаем пурпурные оттенки влево и наш красный становится оранжевая затем и желтый теперь смотрите двумя кликами на название пурпурный появляется пальчик с двумя стрелками и если кликнуть два раза то значение вернется в ноль и теперь мы двигаем его вправо и красный приобретает малиновые оттенки я подвину пожалуй чуть чуть вправо сделаю таким образом красный цвет немного похолоднее и у меня получается голубой на минус 20 пурпурный на плюс 7 также если вот это значение выделите левой кнопкой мыши вы можете это делать вручную просто стрелками выбираете то значение которое вам необходимо ну сами соответственно смотрите на цвет и определяете когда необходимо остановиться и у нас есть еще ползунок желтым цветом и давай теперь посмотрим что будет происходить если мы будем двигать желтый влево у нас красный превращается в такой прям розовый розовая пантера и когда мы двигаем вправо он становится более такой оранжевый морковный цвет давайте мы чуть-чуть подвинем его вправо буквально на 10 и черный цвет черный цвет делает изображение либо светлее если мы черные убираем либо темнее но если вы обратите внимание красный цвет затрагивает не только явные красные оттенки да ну и например оранжевый как стена вот этого дома обязательно учитывайте что цвет содержится не только вот в том объекте где он явно присутствует но также может и в дополнительных цветах содержаться как например за регулировку синего цвета например небо может отвечать ползунок синего и ползунок аквамарина или цвет морской волны как он иногда называется в light room и в переводе давайте мы сделаем его чуть-чуть потемнее ну вот пожалуй на плюс 9 я остановлюсь и так друзья мы вот такие манипуляции можем произвести с каждым цветом переходим желтый здесь присутствует нас голубой мы можем сделать фотографию более теплее пурпурный назначение не смотрите двигайте ползунок влево-вправо смотрите на изображение и подбирайте те цвета которые вам нравятся которые вас устроят и непосредственно в желтом есть сам желтый цвет да его соответственно можно убавить видите изображение становится таким розовым и некрасивым либо добавить и фотография становится такой летний и жаркой таким образом вы дополнительно можете осуществить и тонирование вашего изображения ну и соответственно черный светлее темнее я остановлюсь на плюс 15 давайте могут как раз перейдем в синие цвета и посмотрим что у нас будет происходить окно вот синий я особо не вижу на небе зато я вижу как меняется у меня вот тут на лодках синий цвет майка вот у товарища на обратите внимание вот так все становится более фиолетовым а когда мы голубой двигаем вправо то становится более такое циановое давайте я выберу более циановые оттенки пурпурные двигая влево мы этот сам еще непосредственно можем увеличить усилить его а убирая желтый мы этот цвет делаем либо холоднее либо теплее давайте сделаем чуть-чуть потеплее ну и соответственно черный как вы уже поняли светлее темнее светлее темнее все зависит от того какой результат вы хотите получить с другими цветами вы поэкспериментируйте сами здесь ничего сложного нет мы больше на этом задерживаться не будем я хочу теперь обратить ваше внимание на следующий фактор после того как вы осуществили вот такую дополнительную доработку ваших цветов вы можете посмотреть какая фотография была до наложения вот этого эффекта и какая настала после это делается все очень просто вот здесь верху на каждом слой видите внизу здесь нарисован вот такой вот глазик и когда мы на него нажимаем то мы полностью скрываем весь эффект который мы сделали в этом корректирующим слое давайте кликаем эти гладик исчез эффект исчез глазик появился эффект появился также у каждого слоя есть еще режим наложения к этому мы с вами вернемся немного позже когда будем этим пользоваться для данных инструментов это не нужно и у нас также есть непрозрачность непрозрачность позволяет нам снизить интенсивность наложенного эффекта то есть наш слой сейчас полностью сто процентов активен сто процентов интенсивен и вот здесь вот стоит значение сто процентов и как вы видите у нас есть непрозрачность и заливка заливку мы с вами трогать не будем вы можете попробовать и тот и другой инструмент вам на первый взгляд покажется что они работают абсолютно одинаково и так и есть потому что заливку используют немного для других манипуляций при использовании разных режимов наложений разных корректирующих слоев при данной коррекции ваша заливка также будет снижать интенсивность но чтобы не путать себя и не приучать себя к лишним непонятным действием при работе с данными корректирующими слоями которые вот отвечают просто за изменение цвета пользуйтесь пока непрозрачностью у нас сейчас непрозрачность стоит сто процентов и давайте посмотрим что будет если я непрозрачно сделаю 0 я навожу мышку на на название функции непрозрачность у меня появляется опять пальчик с двумя стрелками я могу двигать влево-вправо повышая интенсивность также если я открою эту галочку у меня появляется ползунок я могу этот ползунок двигать влево-вправо это также будет менять интенсивность наших настроек которые мы применили и также я могу выделить вот это вот значение и работать стрелками увеличивая уменьшая непрозрачность нашего корректирующего слоя поэтому смотрите как вам удобно вы можете работать и так и так это не принципиально происходит одно и то же и так давайте мы непрозрачность полностью берем в ноль и если я буду непрозрачность повышать мы будем как я уже говорил тонко ювелирно но замечать изменения некоторых цветов и обратите внимание какой у нас стал вкусный красный цвет эту картинку уже можно практически смело размещать в каком-нибудь туристическом журнале она уже в принципе практически готова но с этой фотографии можно сделать много дополнительных манипуляций давайте мы с вами продолжим и так мы поняли как работает непрозрачность тут все понятно она меняет интенсивность наложенного изменения наложенного эффекта давайте теперь познакомимся с другими корректирующими слоями и так друзья я хотел бы обратить ваше внимание еще на один очень замечательный инструмент и вам как новичку просто необходимо будет этим инструментом пользоваться называется он сочность кликаем сочность и теперь друзья обратите внимание я насыщенность двигаю вправо вот сто процентов и моя картинка стала ужасный ядовитый клику и два раза как вы помните на насыщенность у меня значение 50 теперь давайте мы сделаем то же самое но только с точностью сочность я делаю на 100 и посмотрите только сейчас нету вот этого ядовитого эффекта как в случае с насыщенностью и да этот инструмент он очень шикарно повышает насыщенность изображения и сразу вам подскажу маленький лайфхак как правильно и красиво повысить насыщенность вашей картинки сбрасываем сочность сейчас у нас и значение стоят в ноль и теперь я насыщенность убавляю где-то примерно на минус 25 а с точность прибавляю побольше побольше могу даже до 80 и теперь дальше я насыщенность двигаю чуть-чуть вправо но уже аккуратненько добиваясь такого результата при котором моя фотография будет и насыщенной но при этом не будет иметь яркие броски и очень светлые цвета я остановлюсь на таком значении и так сочность плюс 80 насыщенность минус 10 давайте перейдем теперь к слою и кликнем глазик было стало было стало эти изменения хоть и еле заметные но они намного улучшают наше изображение и таким образом вы можете улучшить вашу фотографию таким очень простым но при этом очень эффективным действием ну и соответственно вы также можете поработать с непрозрачностью и добиться такого результата который вам нравится который вы считаете нужным еще раз те значения которые я выставил это не какой-либо универсальный рецепт здесь нужно смотреть на каждую картинку индивидуально каждая картинка каждое изображение каждая фотография потребует каких-то своих определенных настроек так друзья идем дальше кликаем на корректирующие слои на наш кружочек закрашены напополам еще инструмент который я хочу вам показать сегодня это инструмент корректирующий слой цветовой тон насыщенность кликаем на него у нас также в панельки открывается панель с инструментами вот он выделен у нас корректирующий слой и теперь мы можем поработать с каждым цветом отдельно если мы кликнем вот сюда на эту лапку у нас появится пипетка ведь я переношу и мы можем кликнуть на любой цвет например вот сюда на лодку в этом месте у нас определился цвет вся палитра цветов которые за этот цвет отвечает она у нас выставилась сюда и теперь мы можем вот этот вот свет вот этот сегментик отрегулировать вот этими значениями поменять например цветовой тон и так смотрим на лодку я двигаю цветовой тон и эти мы лодку можем сделать более такой желтый а передвинув ближе к пурпурным оттенком можем сделать более такой красивый аквамариновый цвет и насыщенность насыщенность можем соответственно прибавить можно убавить так вы можете отрегулировать каждый цвет но смотрите внимательно и помните о том что работая с одним цветом вы будете цеплять как правило другой цвет здесь уже необходимо работа со слоями и масками мы об этом с вами поговорим в следующем уроке и теперь друзья на что я хочу обратить ваше внимание как вы видите у нас выставилась вот три корректирующих слоя кстати вот эту панель можно сделать немного пошире давайте для начала вам покажу первые горячие клавиши которые вам необходимо изучить итак помните раскладка на английском языке зажимаете и удерживайте control кликайте минус ваше изображение уменьшается кликайте плюс ваше изображение увеличивается и она может выйти даже вот так вот за рамки рабочего пространства внизу вы видите масштаб вот он 300 процентов в нижнем левом углу и теперь друзья для того чтобы нам уместить фотографию в привычное нам поле до раздвинуть его на все рабочее пространство там где фотографии должна находиться также зажимаете удерживайте control и нажимаете кнопочку 0 и наша фотография приобретает привычные нам размеры с которым мы привыкли работать с фотографией так вот друзья возвращаемся к нашим корректирующим слоям теперь друзья смотрите на какой бы вы слой не перешли вы можете его дополнительно доработать то есть я перехожу на сочность у меня действия этих слоев все сохраняются я двигаю насыщенность таким образом вы можете переходить из одного корректирующего слова и в другой и делать настройки вашего цвета более ювелирно получая красивые превосходные цвета на вашей фотографии давайте друзья познакомимся еще с несколькими инструментами так переходим в корректирующие слои я вам хотел показать еще цветовой баланс здесь у нас появляется вот такая вот интересная панелька и да друзья это тонирование как вы видите здесь у нас есть тени есть средние тона и есть цвета то есть мы можем подобрать такой цвет который очень сильно изменит наше изображение и сделает его более красивым либо испортит если вы этим инструментом не умеете пользоваться поэтому пользуйтесь им очень крайне осторожно аккуратно пока вы новичок вы можете просто немного скажем так оторваться от земли и сделать как непонятную ядовитую картинку поэтому значение которое будете выставлять делайте на 3 ну может быть 5 единиц не больше иначе вы просто испортите фотографию и конечно же друзья всегда возвращайтесь к исходному изображению и смотрите чтобы понимать а с чего вы собственно говоря начинали работать с этой фотографии а вот для того чтобы посмотреть на первичное изображение вам необходимо зажать и удерживать кнопочку alt и кликнуть на глазик ниже лежащего слоя основного слоя кликаем и у нас скрываются все все слои кроме нашего основного и если мы удерживая кнопочку alt кликнем еще раз на глазик то все слои у нас вернуться назад итак мы продолжаем работать с тенями давайте мы все не добавим немножко цена минус 3 минус 3 давайте в тени добавим прям буквально 2 единички в сторону пурпурного пурпурных оттенков и здесь у меня есть выбор либо двигать в сторону желтых цветов либо в сторону синих я хочу тени сделать слегка похолоднее поэтому я добавлю буквально плюс 3 в пользу синего холодного цвета теперь давайте мы перейдем в цвета средние тона пропустим и теперь здесь добавим противоположных цветов то есть мы верхний ползунок подвинем в сторону красных давайте сделаем 5 нижний ползунок подвинем сторону зеленых на плюс 3 и нижний пол и 3 ползунок самый нижний мы подвинем сторону желтых на минус 5 таким образом я сбалансировал холодные тени и теплые цвета и давайте посмотрим возвращаемся к нашему корректирующему слою кликаем глазик и посмотрим что мы получили вот такое изображение было такое стало было стало помните да про ту ювелирность о которой мы с вами говорили ну и конечно же мы можем непрозрачность немножко убавить чтобы фотографию немного разбавить с предыдущими слоями и чтобы она приобрела в себе больше оттенков которые у нас содержатся в оригинале я оставлю непрозрачность на 70 процентов далее идем в корректирующие слои и с чем мне еще хотелось вас сегодня познакомить у нас есть уровни и у нас есть еще раз в корректирующие слои и у нас есть кривые так вот это два инструмента они отвечают практически за одно и то же да это то же самое за что и отвечает у нас кривая в lightroom или в камера roll но здесь фотошопе также задействую немного другие алгоритмы и здесь этот инструмент более тонкий более интересный давайте для начала познакомимся с уровнями уровне это то же самое что и кривая только здесь не график а линейная регулировка то есть смотрим вот сюда на гистограмму у нас здесь есть три значка посередине у нас средний значок отвечает за средние тона правый за светлые и левый за темные и если мы будем двигать левый ползунок правую сторону то мы будем тени затенять а если мы будем двигать светлый ползунок в левую сторону то мы будем осветлять все света и получать более контрастное изображение конечно так никто не делает поэтому мы можем здесь делать более деликатно если вы посмотрите внизу под каждым вот этим вот бегунком у нас есть цифровое значение вы также можете выделить левой кнопкой мыши и отрабатывать вручную вот как видите у меня вправо побежали тени они стали более темнее я могу их сделать буквально вот на три стопа на три значения этого будет достаточно я добавил чуть-чуть контрастности цвета я трогать пожалуй не буду а вот среднее значение я сначала подвигу и посмотрю что мне сделать я подвину прям чуть-чуть буквально влево ну вот то такое назначение 12 это тоже самое происходит когда мы работаем с вами с кривой то есть фактически вот этими значениями мы с вами двигаем вот эти темные оттенки средние оттенки и светлые соответственно повышая суда или сюда вернемся на уровне я хочу вас познакомить с нижней панелью так вот в нижней панельки мы с вами делаем то же самое когда мы в кривой приподнимаем точку черного и видите у нас появляются такие бархатные красивые тени теперь давайте возвращаемся на уровне и я буду двигать вот этот ползунок и как вы видите я получаю то же самое красивые бархатные тени поэтому с этим инструментом также интересно и важно работать во многих ситуациях он выручает и зачастую им работать гораздо проще чем с кривыми если конечно же вы не осуществляете какие-то сложные манипуляции с кривой а просто улучшаете контраст работаете с тенями то здесь подвинув влево вправо туда сюда можно получить достаточно интересный эффект ну и то же самое белые вы когда двигаете белые в сторону вы убираете излишнее свечение в светах давайте я тоже слегка вот подвинут до значения 248 ну и в уровнях соответственно также можно работать со всеми каналами по отдельности но давайте мы посмотрим с вами как работают каналы в кривой переходим в кривые со светов теневым рисунком мы с вами поработали в корректирующем слое уровне поэтому этот шаг мы пропустим rgb мы трогать не будем давайте перейдем в красный канал photoshop и работать с кривой одно удовольствие она тоненькая аккуратненько и здесь можно очень аккуратно передвигать положение кривой и делать дополнительную тонировку и получать интересный красивый результат ну и конечно же кликаем всегда глазик смотрим было стало вот сейчас я сделав с образную кривую в красном канале убрал излишний фиолетовый цвет вот обратите внимание здесь в тенях на асфальте и добавил немножко больше циана перейдем зеленый цвет я подвину чуть-чуть средние оттенки вниз прямо на еле заметное расстояние чуть-чуть изогну тем самым я добавлю фиолетовых оттенков вот сюда в этот сан и он стал более такой серенький ну давайте мы перейдем в синий канал синяя чуть-чуть приподниму вот здесь вот самую нижнюю точку точку черного у меня фотография приобрела такой легкий винтажный цвет и среднюю точку я эту подвину чуть чуть ниже а самую середину гистограммки я слегка подниму его друзья используя корректирующие слои 1 2 3 4 5 6 мы с вами получили дополнительный интересный эффект на нашем изображении давайте зажмем кнопочку alt кликнем на глазик нашей первой фотографии нижнего слоя и посмотрим что мы с вами добились вот такая фотография была как вы помните что когда мы сразу загрузили она оказалась такой красивый сочный да ну как теперь мы видим она была какая-то серая и достаточно скучная и так я удержу alt клику на глазик и вот такая у нас яркая красивая фотография получилась да те инструменты которые я вам сегодня показал их конечно же не обязательно использовать все я вам всего лишь показал возможности этих инструментов вы по мере возможности можете использовать один инструмент или два или три или все их это уже все зависит от того результата который вы хотите получить это основные инструменты с которыми вам необходимо познакомиться работая photoshop и когда вы набьете руку а вы это сделаете я вас уверяю достаточно быстро можно переходить к следующему более сложному этапу а сейчас мы с вами научимся делать вот что нажимаем сочетание клавиш alt control shift е все наши изменения которые мы сделали до этого они все у нас копируются на новый слой на новое изображение ниже лежащие слои свою актуальность потеряли пока стоит этот слой потому что photoshop и жесткая иерархия тот тот слой который лежит сверху он всегда видимый тот слой который находится ниже он невидимый это то же самое как положить в стопку например фотографии и вы будете видеть только верхнюю фотографию но в отличие от фотографии здесь есть функция как вы помните непрозрачности то есть если я фотографию сделаю наполовину прозрачный наполовину то я могу увидеть половину нижнего слоя половину верхнего слоя так работает photoshop для того чтобы вам это лучше понять давайте мы сделаем следующее я сейчас добавлю пустой корректирующий слой закрашу его в черный цвет пока не заморачивайтесь как я это делал мы к этому с вами еще обязательно вернемся и теперь давайте я не прозрачность поставлю на 50 и вот что мы с вами видим когда у нас не прозрачность на 100 мы соответственно видим только черный цвет если у нас не прозрачность на 0 мы его не видим вовсе это наша верхняя фотография стала прозрачной и когда мы делаем 50 соответственно наша самая верхняя фотография окрашена наполовину ну вот такое в цифре возможно в жизни такое представить тяжело в программном обеспечении в адоб photoshop такое вполне возможно итак друзья я удаляю верхний слой нажимаю кнопочку дэвид и нам осталось два последних шага сейчас я вам покажу как очень быстро добавить резкости в изображении для этого мы переходим фильтр другое выбираем цветовой контраст он у вас может называться еще краевой это одно и то же наше изображение стало вот таким вот черно-белым появилась окошко который вы можете передвигать в любую сторону чтобы она не мешала вам рассматривать фотографию давайте мы радиус вот этим ползунком подвинем на 01 меньше он не подвинется наша фотография приобрела нейтральный серый цвет и когда вы ползунок будем аккуратненько двигать вправо у нас будут проявляться прослеживаться вот такие вот элементы как будто наша фотография а точнее переходы контрастные между темным и белым как будто кто-то их аккуратненько таким карандашиком обвел мы с вами подберем радиус где-то примерно на 2 пикселя чтобы у нас выделились все 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 мелкие детали значение в пикселях будет зависеть от размера вашей фотографии чем размер вашей фотографии больше тем больше пикселей вы будете выставлять для того чтобы вам добиться вот вот этого вот эффекта все итак два пикселя кликаю окей теперь я режим наложения меняю на перекрытие и теперь давайте посмотрим чего мы добились а для этого я изображение немного увеличу вот пусть будет вот эта вот область и кликаю на верхний слой и так до после и теперь у нас появилась прям такая звенящая резкость и так давайте еще раз нажмем alt control shift е наши изменения копируются на новый слой и теперь мы с вами научимся сохранять изображение для размещения в соцсети у вас есть два варианта либо вы нажимаете сочетание клавиш alt control shift с либо вы идете файл экспортировать здесь выбираете сохранить для web старой версии вот вам за одном как раз и подсказывает либо сочетание клавиш alt shift control с кликайте сюда фотография подгружается и пока она загружается обратите внимание что сейчас у нас стоит оригинальный размер изображения 5400 пикселей в ширину и 3648 высоту это очень громадное конечно значение соцсети как правило с таким размером изображения не работают и нам нужно будет привести это изображение в более-менее нормальный вид и так вот здесь выбираем jpeg вот здесь выбираем наилучшее качество выставляем 100 кликаем встроенный профиль если у вас не стоит обязательно кликаем преобразовать в srgb для того чтобы нам сохранить все оттенки и палитру цветов просмотр выбираем цвет монитора если у вас стоит что-то иначе мета данные я как правило выбираю только авторские права качество выставляем бикубическая и теперь меняем размер сейчас он у нас связан вот этой вот цепочкой и если я поставлю например высоту например для instagram 1080 то у меня верхнее значение изменилось само если у вас цепочка будет разомкнута обращайте внимание то у вас каждое значение будет самостоятельно и это будет не совсем корректно поэтому вдруг если у вас цепочка разомкнулась вот таким вот образом кликните сюда и теперь у вас какое-то значение не выставляли другое будет соответственно масштабу этого изображения менять свое значение тоже и все теперь мы кликаем сохранить выпадающем окне мы выбираем место где мы сохраняем нашу фотографию и кликаем еще раз сохранить далее друзья мы завершили с вами работу фотошопе нам необходимо приложение закрыть давайте посмотрим что будет происходить дальше итак мы кликаем соц суда и нам предлагается сохранить изменения в документе adobe photoshop и когда вы согласитесь с этим решением и кликните да то ваша фотография сохранится формате для работы photoshop и который называется psd и после того как вы откроете это изображение у вас откроются абсолютно все все слои с которыми вы работали то есть photoshop будет хранить фотографию именно в том виде в котором вы ее проработали и так кликаем ok у нас показывается процесс сохранения теперь друзья давайте откроем bridge и посмотрим вот у нас было наше первоначальное изображение фотография и у нас в бридже рядом стала фотография с которой мы только что работали и здесь вы видите у нас формат cr2 а здесь у нас формат psd давайте мы кликнем на него у нас фотография открывается photoshop и соглашаемся ok и вот у нас все все изменения сохранились они все открылись и если нас что-то в этой фотографии не устраивает мы можем доработать и сделать фотографию именно такой какой мы хотим ее видеть ну что друзья первый урок у нас закончен я вас поздравляю вы сделали первый очень важный шаг в освоении программы photoshop как вы увидели что здесь ничего сложного нет и дальше по мере изучения мы будем с вами изучать каждый раз более сложные инструменты а на этом все желаю вам творческих высот всем пока и до встречи на следующем уроке курса на этом друзья все и в следующем видео уроке мы продолжим с вами изучать photoshop и его функции и познакомимся со слоями и масками поддержи урок лайком и не забудь подписаться чтобы не пропустить следующий полезный урок курса